Мы там, где он, скажем, наиболее эффективен, да, блокчейн, где его можно использовать. С другой стороны, слой очень быстро развивается, но если посмотреть даже на, какие появляются новые, сколько компаний работает в области, сколько новых блокчейнов возникает, это, в общем, сейчас такая самая живая тема. Ее сравнивать с тем, каким был интернет в 90-е годы, то есть в самом начале своего развития, и какое количество, скажем так, усилий, умных людей, на этом все точно. У нас школа, на самом деле, она не первая уже, как вы знаете, школа проходит уже четвертый год подряд. Просто тематика, общая тематика школы, что она посвящена эконометрике. У нас были школы финансовой эконометрики, эконометрики финансовых сетей, пространственные эконометрики. И вот в этом году у нас тоже, получается, тема эконометрики, да, но применение к блокчейну. Поэтому лекции, которые будут, лекции Диана Фантаций, они посвящены будут количественному исследованию такого феномена, как блокчейн биткоина, в первую очередь. Вот я хотел бы такую, я хотел бы поставить, назовусь Сергей Явлеев. Я являюсь следующим лабораторией криптоэкономики и блокчейн-систем Пермского университета. И мы все находимся на базе Пермского университета с любезным согласием с университетом. И в последнее время, может, последние полгода больше занимаюсь тематикой, связанной с построением торговой площадки на блокчейне. До того я работал, следовательно, на другой тематике, занимался банковской аналитикой, рисками. И в общем, жизнь в последнее время очень сильно изменилась. Я бы, наверное, хотел вам немножко рассказать о том, что я узнал за последние полгода про биткоин, в первую очередь, про цифровые активы, которых, на самом деле, очень много сейчас стало. И поделиться теми знаниями, которые я получил. Наверное, не все здесь знают, может быть, многие знают, но, наверное, не все, как устроен блокчейн. Маленький вопрос. Можете поднять руку те, кто когда-нибудь пользовался биткоинами в своей практике? Пользовался или нет? Ну, пользовался, пользовался, да. Слежал кратежи. Ну, то есть, таких, наверное, третий. Остальные, ну, пользовался, да, или не знаю, ну, наверное, читали, по крайней мере, очень много. Последний, наверное, последний год был какой-то просто вал статей. И интерес к этому, к этой теме, он снова, как бы, причем он снова, после 2014 года снова возник. И причем со стороны каких-то крупных очень игроков, то есть финансовых институтов, платежных систем. Они все пытаются понять, каким образом биткоин существует сам по себе, такой феномен, и пытаются его реплицировать, скопировать с тем, чтобы использовать для своих каких-то целей. Биткоин называют, как бы, убийцей банков. Вот сколько можно делать банковские операции без использования банка, да. В этом смысле это, наверное, впервые за всю историю, когда возникла некая система, которая встает в себя, как бы, встает, может быть, реальным конкурентом, в общем, банкским процессом и отсутствием расчетов платежных систем и расчетов на рынке цены бумаги. То есть я бы хотел немножко рассказать о том, как работает биткоин на каких-то простых примерах, чтобы вы почувствовали эффект рублей, сделать некоторый обзор рынков, криптовалют, ценных активов и, если хватит время, то сказать о том, как, чем занимаются лаборатории и липки, и как мы считаем это, как может иметься рынок ценных бумаг с использованием их технологии. Ну, начнем с традиционного, как бы, как выглядит платежная система сегодня, да. Сегодня, чтобы сделать платеж, например, я недавно платил нашему коллеге на Украине, делал платеж, нужно было отправить ему, по-моему, 400 долларов, в таком сумме еще большая была. Я пришел в банк, по-моему, Сбербанк, и попросил за платеж на Украину. Ну, напрямую, в Украине они, скажем так, у них нет банков корреспондентов, хотя есть, и нужно было делать съезд-перевод. То есть съезд-перевод – это перевод через международную платежную систему, то есть деньги, по-моему, чтобы попасть на Украину, должны сейчас пройти через... Ну, то есть деньги находятся у Сбербанка, они находятся в расчетных счетах в Банке России. Соответственно, как бы, есть расчетные счета в долларах в американских банках, например, в Банках Америка. И, соответственно, чтобы сделать перевод, например, моему коллеге, мне нужно было... То есть мой перевод попутешествовал через американские банки, через систему SWIFT. Там были задействованы, то есть американские банки держат свои счета в расчетных ФРС. То есть, в общем, там был... Перевод шел, на самом деле, на три дня. И получилось так, что его... Ну, и себестоимость, то есть расходы на перевод составили порядка 20 долларов. То есть примерно 10%. Ну, нет, я порядка 20 долларов. Вообще 20 долларов, получается, порядка 10% у меня получилась издержка на перевод. И по срокам получалось три дня. Если бы я использовал биткоин и коллега принимал биткоин, то перевод занял бы, во-первых, ту ногу и пол ногу напрямую от меня, к моему коллеге. И его истерки составили бы порядка... Однёх десятичных петкоин, то есть около трёх центов, то есть около двух кублей. Чуть-чуть на меньше. То есть, а сама идея... Ну... Ну... То есть, получилось так, что возникла система, которая может работать как бы peer-to-peer. Напрямую от... Между конкурентами совершаются переводы. То есть, минуя как бы тема посредников, которая существует сейчас, совершаются переводы. Естественно, есть узлы, которые приведут участники этой системы. Есть узлы, которые несут специальную функцию. Они называются вализаторами. Ну, или биткоинь, это майнеры, то есть, которые занимаются подтверждением тронзакции в такой сети. Такая сеть является одноранговая, то есть у меня нет как бы одного центрального узла, который как бы отвечает или там управляет этой системой. И, ну, фактически, пообменяется, например, имейлами, да, также мы можем... Какая существует главная проблема в электронных деньгах? В принципе, если у нас есть фактический кэш, то есть, например, купюра, да, когда мы совершаем платеж, мы деньги передаем напрямую нашему контрагенту, если мы купюру отдали, то мы уже не можем повторно никому-то третьему отдать. То есть с личным кэшем нет проблемы двойного расходования средств. Это у нас планет, это данные проблемы. То есть, если только мы переходим в цифру, то есть в цифровой эквивалент, у нас уже возникает... У нас там есть база данных, да, и хранятся балансы, счета. Соответственно, если мы делаем там перевод, например, одного доллара, алису, либо ибогу, да, то, в принципе, цифровая запись позволяет ее скопировать и можно перевести, как бы, условно говоря, дважды потратить один на тот же электронный доллар, да, и поэтому нам необходим, как раньше всегда было, некий middleman, некий посредник, который всегда занимается тем, что предотвращает возможность двойного расходования. То есть он по своей... Мы доверяем ему, да, и он ведет наши счета, то есть как мы доверяем банку, что он там корректно учитывает наши балансы, и переводя деньги, мы, в общем, уверены в том, что у нас деньги спишутся, а нашим, скажем, контрагенту они зачистят. То есть у нас существует доверенный центральный подпредник. Когда мы разрабатываем децентрализованную систему, то, с чем, собственно, ту проблему, которую пытались решить создатели биткоина, это как разработать такую учетную книгу, в которой транзакции будут... в которой переводы будут... то есть в которой будет решать проблему двойного расхода, чтобы у нас была возможность ввести версию копии книги и транзакции во многих узлах, и эта книга бы превращала возможность двойного расходования средств. И при этом необходимо создать необходимые мотивы для тех, кто эту книгу будет поддерживать, кто будет выступать таким децентрализованным расчетным центром. Немного историй. Ну, от проблемы цифрового кэша, на самом деле, эта проблема очень старая. Над ней давно работают и работали отдельные группы ученых, криптографов. И вот первая, получается, работающая система появилась в 2007 году, когда вышла техническая статья Сатоши Накамото. Сатоши Накамото, это мистический персонаж, то есть не существует реально тот тип. Точнее, он существует, но никто не знает, кто именно является настоящим. Это может быть группа людей. И вышла ее публикация в криптографе Мейлинлист, согласна на Bitcoin, P2P, Electronic Cash System. Это примерно 10 страниц такого очень плотного понятного текста, и на основе которой был разработан код, открытый код, размещенный в 2009 году, в январе, и с тех пор код стал жить своей жизнью. То есть он, любой мог его скачивать, компилировать, и в среде Bitcoin она, в общем, с тех пор начала развиваться.